Доброго всем дня! С вами Ирина, канал Цветики. Новый завоз в магазине Орхидея на цветочном рынке. Это Краснодар, напомню, если кто-то смотрит впервые. Ну вот, там были большие групповые посадки. Привезли котиков снова. Вот котики. Честно, не посмотрела. По-моему, два цвета носа. Вот такие красавицы. Вот увидела главная Леодора. Привезли Леодора. Скажу, что корней на нем не лишку. Ну, я выбрала несколько штук. С большим количеством, так скажу. Ну, не шикардос. Скажем так. Вот такие минички. Минички, сказали, проданы. Я уже так издалека. Они отставлены. Поснимала их. Вот тут такие желтенькие. Красотулочки. Ой. Проглядела. Прошу прощения. Камера не выключилась. Ну, остальное, как обычно. А, вот уценка я решила показать. Уценки бабочек. Такие мультифлорки мелкие. Вот. Посмотрела, корни хорошие. Решила вам показать. Может, кому-то понравится. Они были просто дорогущие. Вот они все в оценке остались. Пока они их еще не выкинули. Вот такие. Ну, вот, посмотрите. Корни просто. У Леодора таких свежих нету таких корней, как у этих бабочек. Ну, тут сплошное кладбище. Ну, мне кажется, можно... Вот, какой красавец. Это стоит у них на витрине, скажем так, на прилавке. Очень красивый. Я так издалека его поснимала. К нему не подойти. Это не Леодора, девочки. Иногда такая встречается. Мне говорят, нет. Ну, красивая. Ну, с чем-то похожа. Ну, не Леодора. Я сняла сверху один цветочек. Мне показалась бабочка. Вот я показываю, что корней-то маловатенько, скажем так. Потому что мне там насчет корней на сортовых дорогих орхидеев как бы были такие претензии. И что я могу сделать? Я все показываю, девочки. Как-то у меня обрезалось видео. Не закончила мысль, что если есть корни, то они есть. Я показываю все, когда есть, когда нет. Часто у сортовых дорогих орхидеев корней как бы не лишку. Но все равно люди берут. А вот такая мультифлорка. Меня просили ее. Она темная. Здесь выглядит светлее. Я взяла одну. Ну, не уверена, что ее заберут, конечно. Вот такая желтенькая. Мини-анцидиумы. Тоже интересные. Но меня просили розовые. Их нет. Вот. Пафиоперилумы. Башмачки. Ну, розеток много. Цена тоже. Их несколько. Вот такая красоточка. Будет еще мультифлорка. Вот мини-зигапиталами. Мини-анцидиумы. Ну, среди миничек. Это микс, как называют. Они приходят вместе. Камбрия вот мини. Как-то меня не впечатляют, если честно. Бледненькие. Вообще, такое впечатление, что уже выбрали. Хотя, сказали, до двух часов не будут продавать. Похоже, что тут все уже выбрали. Ничего яркого. Дендрополинопсисы парочка штук. Камбрии. Посмотрите, камбрии обыкновенные. Там одна желтенькая. Я ее потом увидела. Вот там она внутри. Остальные все обыкновенные. Нету ярких, фиолетовых горошек. В прошлый раз были. Уже ничего нету. Просто камбрюшки. Равелла. Да, не взяла я Равелла. Как-то мы не договорились конкретно. Уже боюсь брать, потому что остаются цветы. Приходится мне их пристраивать. А уже холодает и у нас. К нам вернулось тепло, а в другие нет. Регионы. Поэтому уже цветочки не покупала. Вот, нашла африканский закат. Меня просили. Один единственный был на весь завод. Вот такая зелененькая рядом. Ну, красотка, да. Я не взяла, побоялась брать цветы. Потому что уже мало шансов их пристроить. Фронтирочка появилась. Вот тут целая стайка попугаев. Этот магазин стабильно завозит попугаечков. Встречаются даже иногда бабочки. Но не все нам достается. Есть и другие любители бабочек. Поэтому такая красотка еще. Ну, завоз небольшой. Хотя обещали большой завоз. Наверное, уже разобрали. Вот такой с имбидиумом интересный. Один с желтым язычком. Другой с оранжевым. Ну, и решила доснимать то, что я купила сегодня. 1 октября. Потому что, не знаю, то ли со мной что-то, то ли с камерой. Снимала много в каждом магазине. Но почти все оказалось испорченным. Там нарезала кусочков, небольшие обзорики. Поэтому решила сразу показать орхидейке, которую купила. Вот африканский закат. Включила вспышку, поскольку ночь уже сильно высветлила. Не знаю, как ее приблизить. Для отдалить, показать ее. И вот, 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 вот. Вот его розовость, хотела сказать. Вот такой. Меня просили. Ой. Еще я забыла записи свои на работе. Выходные были тяжело. Работала все выходные 3 дня. Вот. Ну, я помню, что у меня заказывали. Я еще давно на завозах. Ну, не буду называть, чтобы не ошибиться, человека. Ну, девочки знают, кто у меня заказывал. Вот. Мокренькая, со спариной. Корни есть. Не набитый горшок. Но есть. В магазине орхидей. Да. Ну, вот такие у них корни. У моего, кстати, тоже. Как и стеортиана. Вот они. Приходят вот так вот. Поэтому смотрите сейчас, чтобы потом, как бы мне не говорили, что... Розетка тоже не шикардос. Вот такая. Ну. Кто захочет купить, кто-то значит купит. Да. Она будет подешевле. Обещали привезти новые. Поэтому, кто хочет новых и дорогих. Ну, тут немного подешевле. Тут бутончик засушенный. Ну, и... Ну, она держится. Вот я шатаю. Она не шатается. Держится крепко. Корней. Ну, вот с краешку видно, что там внутри. Неясно. Я не коврю. Ой, сняла пакетом. Тут еще паутинка. Когда меня просят, конечно, я там достаю стаканчик, что-то ковыряю, смотрю. Ну, хотя... Особо ухаживать я, повторяюсь, у меня нет времени. Свои-то заброшенные стоят. Поэтому я не хотела бы я вот ковырять. Чужие я вот купила. Или показываю, какие есть. Кто хочет, тот берет. Говорю так, потому что вот сегодня получила женщина орхидейку. Она ее сразу выпотрошила, несмотря на то, что орхидея и так перенесла дорогу. Стресс. И показала мне, что там, какие корни. И говорит, что это такое. Как бы... Ну, я вот сверху и сама смотрю и вам показываю. Что там внутри, я не могу знать. У меня просто возможности даже физической нет. А вот Елена Козырь. Смотрите. Нашлась мокова. Одна. Правда, меня просили несколько. Но Елена давно-давно, еще летом, по-моему, просила. У меня никак не получалось встретить. Вот одну сегодня нашла. Правда, мокрющее. Ее или экстренно сушить нам нужно. Или как. Не знаю. У Лины, наверное, холодно. Уже североморск. Поэтому... Еще я не писала даже рассылок никому. Приехала поздно. Пока домашний хлопот. Думала, выпущу видео сразу. А видео, казалось, пришлось все резать. Не знаю. Вроде я все смотрела. Камера мне там такого наснимала. А вот таким мультифлорка. Тоже очень похоже на мокова. Только размер у нее меньше. И вот такая она вся-вся-вся усыпана. Еще бутончиков. Ну, пакетик сняла я показать. Да. Я обычно выдерживаю несколько дней. Смотрите, у нее растет листик. Вот там корешочек. Ее заказывали. Тоже жалко, что мокренькая-мокренькая. Нужно сушить. Ну, по-моему, ее беру. Мы только что списывались. Еще я уже не дождалась ответа. Стала снимать. Потому что поздно. Еще много дел. Хочу уж какое-нибудь видео все-таки слепить из кусочков. Вроде я не беру уже орхидеи сама. Потому что везде холодно. Ну, вот не удержалась. Такая красота. Большие цветочки. Вот этот еще больше. Огромные просто цветы. Но он немножко розовее. Он не такой сиреневый. Ну, у меня есть любители больших цветов крупных. Недалеко от Краснодара. Поэтому я думаю, если захочется, вот корни. Правда, в испарине. Немножко сушить. Что тут. Или так насыпано было, или дорога. Там, по-моему, стакан виднеется. Торфяной. Ой, что это? Корешочек растущий. Приятная новость. Тут что у нас? Листочек. Да, тут растет листочек. Вот он малюсенький. Ну, то есть, орхидейка. Знаете, цветы какие огромные. Ну, купила, не удержалась. Купила вот еще одна пиратика. По заказу. Денежку присылали. Он очень мокрый. Я не захотела с него снимать пакет. В принципе, видно сейчас со вспышкой все. Пусть... Не хочу, чтобы цветочки опали раньше времени. Может, все-таки они смогут прийти к хозяйке. Вот. Прямо аж мокрый. До самого-самого. Даже эти корни пропитались. Ну, это свежайший завод сегодняшний. Вот. Из обзора из магазина горшечные растения. Поэтому. Поэтому не хочу снимать пакетик. Пусть постоит пакетики. Пиратиков, в принципе, я много показываю. Они вот все такие красавчики, отборные. Ну, вот. То же самое с Леодора. Уже вы, наверное, посмотрели обзор. Там кусочек с Леодора остался заснятым. Ну, вот. Выбрала все, что могла. Корней у них немного, у большинства. Я там все перебрала и всю палетку. Выбрала с корешками получше. Ну, я скажу, вот я себе, когда покупала, у меня еще меньше было корней. Но она как-то сразу мне и листик пустила, и корешу. А нет, сначала цветочек даже надула. Один, второй. Снова цветоносик. Процвела. Потом стала растить листик, корешки. И сейчас растет новый цветонос. Вон там листик. Вот. Смотрю вместе с вами. Ну, я в основном на корешки смотрю, на шейку. Простите. Вот, поэтому. Ну, вот. Не знаю. Конечно, там есть в магазине. Ну, кто вот первые возьмет, у меня, значит, будут побольше с корнями. А те, что остались в магазине, там меньше корней. Вот еще одна леодорка. Там у нее тоже листик растет. Вон, по-моему, даже цветоносик растет. Или это, корешочек. Вот такие корни. Ну, не набитый горшок корнями, да. Вот растущий корешок. Ну, мне кажется, что это нормально. Ну, вот я для других беру так же, как для себя. Если я вот смотрю, что там в растении можно выходить там, как-то что-то им нарастить, что не способно, я такие беру. Такие считаю, что нет, нет. Может быть, я что-то неправильно. Ну, не знаю. Почему вот так вот. Получается, что люди... Ну, большинство, конечно, пишет, что все нормально, что... я и говорю, что они приходят не такие, как вот я показываю. Конечно, корни засохнут, они смочатся, их нужно отпаивать, причем понемножечку. Они сразу не смогут много впитать и стать вот такими толстенькими, зелененькими. Поэтому выглядят очень бедно. Как сказать, ну, не страшно, как сказать. Жалко. Мне тоже их сушить очень жалко. Я, наверное, не знаю, буду потихонечку завязывать с пересылкой орхидей, потому что... Ну, это физически очень тяжело для меня. Я сплю иногда по 3-4 часа. В моем возрасте это очень тяжело. Вот. Ну, и холодает все-таки уже. Уже их опасно отсылать, а потом они начнут приходить уже зимой. Я вообще считаю, зимой не нужно покупать даже для себя домой. Пока идут вот такие красотулечки. Трудно удержаться от покупки, поэтому пока еще у нас по краю можно брать. У нас снова тепленько, снова солнце, даже жарко. Сегодня снова все ходили в майках, хотя до этого уже куртки надели и ботинки теплые. Ну, пока еще вернулась у нас хорошая погода, тепло. Спасибо всем, кто посмотрел. С вами была Ирина, канал Цветики. Кто свои цветочки узнал. Ну и пишите мне, кто заказывал Леодору. Лека, ну я, возможно, найду. Сейчас телефон попробую найти без записи, но это будет долго, поэтому кто первый отзовется, посмотрит видео того. Тому и достанутся, я так думаю. Ну, возможно, уже не все могут принимать орхидею уже во многих районах холодно, поэтому как-то так. Спасибо всем огромное. До свидания. До свидания. До свидания.